Дом 2 А еще, самая крепкая пара выиграет главный приз Огромный дом в Подмосковье Дом 2 Смотри, как построить любовь Каждый день Здравствуйте, я Ксения Бородина И это телепроект Дом 2, где одиноки сердца ищут друг друга Вчера определился победитель конкурса Супермен Дома 2 Кто же герой нашей стройки? Это Сэм Селезнев Давайте поздравим его вместе А вот при распределении домиков нас ждало неприятное событие Лейла поругалась с Антоном и сбежала от него Зато Ольга Моц и Коломин доказали свои чувства И заняли давно пустовавший домик А сегодня самый интересный день ждет солнце Ведь мы приготовили для нее настоящий сюрприз Он решил наказать Лейлу И вчера уехал на день рождения Руслана один Лейлу это ужасно разозлило Она ушла из пятизвездочного домика И сегодняшнюю ночь провела в большом доме Леша, расставший с Аделиной, ухаживает за Аленой Роксис Однако пока отношения ребят не складываются Алене нравятся более взрослые мужчины А Лешу она считает мальчишкой Сегодня к нам приехал гость Давайте его сейчас встретим И мы попозже поймем, зачем он вообще сегодня здесь появился Давайте встречаем Незнакомец! К нам приехал ревизор Заходи, не стесняйся Будь как дома Ой, какой-то рыжик Здравствуйте! Привет! Привет! Рад вас всех видеть Давайте я сначала объясню для всех Это у нас гость, который к нам приехал В наш любимый гостевой домик, который мы так долго строили Вот И гость приехал к кому? К солнцу Совершенно верно, к солнцу Солнце уже, я думаю, тоже поняла Да Знакомое солнце Это молодой человек Дмитрий Замечательно, все уже поняли А вот дело в том, что когда-то там приходили листочки с распечатками молодых людей, которые пишут в интернет и там, ну, хотят к солнцу И в их числе встретился листочек с человеком, который написал, что твоя фигнюшка еще светится Вот Это что имелось в виду? Мы с Дмитрием встречались один раз в жизни и виделись минуты три, наверное, или пять максимум Вот за речкой То есть из всех анкет, которые к тебе приходили, потому что был некий лозунг «Я ищу мужчину», солнце ищет мужчину, да? Вот, из всех анкет ты именно выбрала Дмитрия, насколько понимаю, он тебя заинтересовал Да, причем я сначала выбрала визуально по фотографии, да, или я не знаю почему, может быть не по фотографии, просто выбрала А Настя рядом со мной сидела, Дашко, да, и такая, о, смотри, а вы с ним знакомы? Я такая, да с чего ты взяла? Она такая, так прочитай Я такая, о, и правда знакомы А потом выяснилось, что три дня, тремя днями раньше Ада гадала и тоже выбрала, собственно, тот же лист А я об этом узнала не сразу Хорошо, сразу, ребят, хочу объяснить, почему именно Дмитрий приехал в качестве гостя, один, да, с каким-то соперником, да, и не в пятницу, как это полагается А такой незапланированный приезд, потому что, если честно, очень боюсь, что в какой-то момент солнышко может превратиться в Стаса Каримова Все вы прекрасно помните, как к Стасу приезжали, приезжали девушки, причем в больших количествах, и не проходила и недели, как Стас там в очередной раз на них разочаровывался, и девушки уходили ни с чем Поэтому с Солнцем сейчас происходит похожая ситуация, она уже достаточно долгий период находится одна Вот, и бессмысленно было приводить Дмитрия с каким-то соперником, да, прекрасно понятно, по каким причинам Вот, поэтому Дмитрий пришел к нам как гость, и будет он жить здесь на следующих условиях Он будет жить, прежде всего, в гостевом домике, да, в голосовании ты не принимаешь участия, никакого, сразу тебе говорю Вот, но ты здесь будешь находиться неделю, может быть, побольше Вот, пока Солнце не определится, пока вы не узнаете друг друга, она тебе будет посвящать все свое свободное время Да, солнышко? Да Да, вот, видишь? Мало у тебя будет у того времени? Дайте слово, вот Ну, я думаю, что, возможно, этого времени будет и мало, потому что я чувствую, что Вован у нас активизируется по полной программе Давайте передадим все-таки микрофон Дмитрию сейчас, и Дмитрий немножко расскажет о себе, потому что мы о нем вообще ничего не знаем Дим, чем занимаешься, сколько тебе лет, почему именно солнышко, да, и так далее? Почему такой рыжий? Я, в принципе, местный человек, ну, недалеко живу здесь, работаю барменом я Скажу одно, что, в принципе, тоже, как бы, у нас получилась такая встреча непонятная То есть я даже не ожидал, я не узнал, пока мне не сказали Я просто работал, и мне уже подошли и сказали, ты знаешь, что это Солнце? Я говорю, да, правда, но я еще искал хороший банданчик, помнишь? Вот, ну, вот, я не знаю, очень хотелось пообщаться еще, и вот занялся просто поиском Ну, нашел, соответственно Солнце достаточно непростой человечек, да, ты должен прекрасно это понимать Вот какие качества тебя в ней привлекают? Вот чем он отличается от тех девочек, которые находятся сейчас в периметре, в нашем проекте? Потому что единственный человек здесь, который ближе, как бы, к Солнцу, ближе ко мне, потому что, в принципе, я тоже Солнце не могу считать Так, хорошо, два, то, что цвет волос, это единственное, да, чем отличается, потому что вот мы рыжие такие, да? Да, да, вот, ближе как-то оказался этот человек ко мне Ну, хорошо, я вижу, что ты немножко стесняешься, я думаю, что Солнце сумеет тебя раскрепостить, да, Солнышко? Ну, конечно, вот, рожать Давайте сейчас пойдем к нашему гостевому домику И, собственно говоря, заселим тебя таким образом Пойдемте, ребятки, к домику, все-все-все вместе разрежем ленточку Вот, тем более у нас первый гость на проекте, такое яркое событие Выйти? Солнце, иди ко мне К себе? Сразу, сразу к мужику присвоил Похож на Майя, правда? Мне тоже заходить? Да, конечно Хорошо Тебе ножницы Ну, давайте Ребят, 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 давайте Так, какую-нибудь... Заселяем Торжественную речь какую-нибудь скажи нам, гость Ты первый Ты первый, да? Ты первый в доме Надеюсь, что не последний Вот Ну, я не знаю даже, что сказать Я просто рад, что меня так встретили Действительно И я думаю, что я войду сейчас в этот домик и... И буду приглашать всех в гости Да, и буду приглашать всех в гости Замечательно Будете ходить ко мне в гости? Да, 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 да Кусочек, да Кусочек, да, оставить себе Сами Так Сами Аплодисменты! А теперь все в гости Заходим Приглашаю всех Проходите, проходите Тонированные стёкла Так Будь как дома Тонированные стёкла Литые тиски А тут сейчас мы посмотрим Ооо, как классно А как он тут Чисто Спасибо Спасибо Вот это повезло, чувак Мы тут все живём Живём, извините Погода Мы тут работали А тут пришёл Дима Сыстры Такой Ухренас А он здесь не поместил У него пятки будут торчать Давай, пойдёмте А он наискосок будет спать Всё нормально Димочка, мы тебя здесь оставляем Солнышком Вот, Солнц, ты тут тоже впервые Какая комната-то? Какая комната? А это вы сами выбирайте, какая комната Танцует все Бородутя, Никита ждёт Танцует Тихо, всё поймёт Ничего не падает Погоди, б***ь, я застрял Сегодня Мне очень не хотелось работать на стройке И я решил Придумать Притвориться больным А Бородина прознала про это И назначил меня прорабом Я думаю, что Руководить это не работать Поэтому тихо, не спеша Меня никто не обгоняет Идём на стройке Ура! Я не знала, что ты сегодня придёшь Я не знала, что ты будешь жить в каком-то там другом доме Представь, ты не знала Я вообще ничего не знала Я-то вообще не знала Ну, замут хороший Как ты и сказал Что-нибудь ты думаешь Ну, я, конечно, вообще не думал, что это будет так А как думал? Ну, не знаю Как-то вот по-другому, да? Вот как вот тогда мы встретились, да? Ну, что-то вот опять же, да? Ну, встретились, поговорили Всё, в принципе, закончили разговор, нормально Всё, пообщались Ну, вот до такого я не думаю, конечно, что это дойдёт Вот Собственно, я жил полуочень сразу Не говори так хорошо Ребята Да С удовольствием хотел бы помочь вам Да, видно Ну, видите, в каком он состоялся Накидать сосок в тележке А ещё больше хотел отвезти бы тележку сам Но, к сожалению, не могу Поэтому выручай, братва Возим в домик Бродяной и Собчак песок Давайте посочувствуем человеку и поможем Лейла, ну, поскольку я понимаю Ты выполнила своё обещание И выехала из домика Да Это действительно настолько серьёзно Ну, Ксюш, может быть, я вчера, конечно Половину того, что я сказала на лобном Я погорячилась, но Я ему ещё днём, когда пришла разговаривать После этого, да, с тобой Когда ты мне много информации сказала И он лежит в полусонном состоянии Так один глаз откроет, что-то скажет Такое Ему на всё наплевать Я ему сказала, что, как бы, на данный момент Я не хочу с тобой общаться Я не хочу жить с тобой в домике Я сегодня претендовать на домик не буду На что я думала Он, как бы, в течение дня подумает Подойдёт ко мне поговорит Может быть, отговорит Что-нибудь сделать для того Что убедит меня в чём-то как-то Я не знаю Ну, целый день он спал И началось лобное место И я подумала, что если этому человеку Как бы наплевать, да И он готов так легко от меня отказаться Действительно думаешь, Лила, что ему наплевать? Ну, он по поведению, я считаю, это так Ну, он ничего не делает Он даже не пытался что-то сделать Ксюша Хорошо, как ты сама думаешь? Это ссора или действительно расставание? Ну, я не знаю, с его стороны как Но честно, я тебе скажу Что, как бы, я ещё надеюсь на то Что он будет как-то шевелиться Ребят, вы как-то дохленько работаете Мне так кажется Маюх, я уверен, у тебя получится лучше У меня, безусловно, получилось бы лучше Но, к сожалению, в общем Знаешь, что мы можем сделать, Май? А что? Мы можем прицепить одну тележку К одной твоей руке Другую тележку к другой твоей руке Коромыслов И ты потащишь их Ты с ума сошёл? Нет, я уверен, что тебе Я больной человек Что тебе удастся Слушай, Антош Ну, ты остался жить в домике С надеждой на то, что Лила должна туда прибежать Обратно Зачем прибежать? А почему ты остался жить в домике? Нету просто мужской спальни и кровати свободных А, то есть ты всё-таки не надеешься на то, чтобы помирить Если не будешь делать никаких попыток? Ну, после таких заявлений, что он меня раздражает Мне с ним неинтересно Вернее, он меня раздражает Это было, да, главное И она просто берёт на себя ответственность Она, наверное, забывает, что я уже взрослый мужчина Поэтому Ты даже не стремишься с ней помириться Может быть, у тебя тогда и нет чувств к человеку Может быть, ты слишком рано заговорил о любви Каких-то серьёзных отношениях Может, у тебя этого всего и нету Вполне возможно Я не говорил, что я её люблю до безумства Да, до беспамятства Была большая симпатия И мне она очень нравилась Для того, чтобы помириться с человеком Уважать его, да И как-то идти на примирение, на компромисс Нужно до беспамятства любить обязательно? Нет, нет, ты права об этом Я хочу быть на равноправных условиях, да Что она девушка, я мужчина Всё-таки, если она не повзрослела ещё И не готова к таким отношениям То это не мой минус, понимаешь Если я буду её папой Она меня будет так и воспринимать, понимаешь Лёша, подуй ей на ручку Она ручку, да Ну что здесь Лёша? Ну хватит всё время Лёша, Лёша Давай, господа Так, работаем, не ори Не надо, что? Работаем, работаем Не слушайте этого калеку Так как он больной Я думаю, что ему нужно лекарство, да? За то время, да, что мы вместе провели У нас был один сценарий Мы ругаемся, я подхожу к ней Она делает вид, что меня игнорирует И не замечает вообще моего присутствия И через 6 часов, через 8, 10, 12 Она сама подходит, как ничем не бывало Вот, я думал, что сейчас будет по такому же сценарию Но я не хочу, чтобы так развивалось Только после диалога какого-то, который меня устроит Мы будем опять вместе Я знаю, что я сделаю, господа Когда говорят, что земля наша мать и отец Работаем, работаем, не отвлекаемся Так, где Ада, шарлатанка? Ада, работаем Давай, давай Работаем Не отвлекаемся Олег Ты уже идешь обратно? Настя, смотри, кто Привет Здорово, я тебе по фотографии Ладно, пойдем Он будет жить в гостевом домике, Настя Слушай Вот так вот, он гость А, подожди, он гость, да? Я поселился неподалеку В бывшей бане Ну, я знаю А, это он только в гости или он там идет? Он тусует здесь неделю Ребята! Одного кого? Хватит, я устал Стройка закончилась Перекур! Да? Да Танцуют все Браду тебя, Никита ждет, гляньте Танцуем Танцуй, поймай Что не падает? Подожди, где застрял Все нормально Да, у меня есть чем заняться сегодня Постираться Ну, куда там? В землю матушку испачкался Ну, Кис, ну, ты же грязный весь После каждой стройки Все штаны, вся поста А Вовка, как отреагировал? Не знаю Ты с ним не разговаривала? У нее тут пресажеры есть Я с Димой тусуюсь Да, я в курсе Ну, как? Я не знаю Он влюблен мне Ну, да Я видел это в одной передаче Что там, типа-то К нам пришел сегодня мальчик подозрительный Дмитрий Дмитрий Гость, я бы даже так сказал Не боясь оскорбить его Что делать будем, ребята? Сегодня один гость пришел Завтра еще три придут Рано или поздно нас не станет Поэтому, Вова, говори Где Солнце сейчас, знаешь? Да, я знаю Солнце сейчас с ним общается Ну, а что? Мне что предлагаете? Ему лицо бить? Ну, пришел парень Он пришел к Солнцу Она ему нравится Он с ней пообщается Она сделает свои выводы И все Что бояться? Или выбор Выбор Я знаю, какой она сделает выбор Какой? Какой? Ну, я думаю, что она сделает выбор Тот, который сидит сейчас Сыгибас Абелина? Да А, он угадал Ну, я думаю, что Кипиш не надо устраивать Я же с ним не буду драться Буду ухаживать Нет, драться не надо Ни в коем случае Дальше буду ухаживать за Солнцем Проявлять свою симпатию к ней Понятно Буду делать все для того, чтобы Она обо мне не забывала Что с Вовой сейчас будешь делать? Не знаю, вообще, что делать Он ревнует, да? Не разговаривал, еще не видела его после Он с Маем дружит где-то сейчас А что, это они с Маем подружились? Ну, а не всегда Ты не понимаешь, что Вова сейчас очень сильно на тебя бьется И вообще может прекратиться разговор Скажешь, я тут сидел Сидел, ухаживал за ней А мне что, теперь надо быть благодарной И за благодарность? Я тебе говорила, не давай ты надежды Понимаешь, я понимаю, что ты в тот момент хотела... А я ему говорила, вот у нас было свидание, да? Перед моим отъездом, между прочим На котором ты сказала На котором я сказала все, что могла сказать, да? Что, Вова, а стоит ли вообще? А тебе это надо? Ты подумай... Солнце, ты пойми, мужчины этого не слышат Знаешь, они слышат то, что хотят слышать Этого не слышат Вова очень хорошая А, да я считаю, самое время предсказать будущее сейчас Да не хочу я ничего не будущее предсказывать Я по поводу Володи уже говорила Гадала, да? Да что ты гадала, не гадала Я не слышал Он уделял ей внимание Он уже говорил о своих симпатиях Но Солнце объяснило ему, наверное, что пока он только друг Я могу сказать, что есть такие люди, которым недостаточно времени одной недели Недостаточно времени двух недель для того, чтобы открыть свои чувства человеку Я думаю, что есть люди, которые нуждаются в том, чтобы человека узнать лучше Не в том смысле, что он ухаживает Ухаживать можно красиво, да А потом нервы сдали, все, ты ее посылаешь куда подальше Поэтому она, может быть, и хочет проверить человека А есть еще люди, пришел, увидел, победил А есть еще люди, три недели ходят в штаны, ничего не происходит Я ни к тому, ни к другому не отношусь Искорка зажигает А как ты думаешь, к какому типу людей относится новый мальчик Дима? Пришел, увидел, победил, или три недели ходит, а толку мало? Ну, пока что, мне кажется, три недели ходит Пришел, неделю отдохнуть, поехал домой А что, на три недели? Да, на три недели Почему, на три? Я не хочу делать выводы из ближайших трех дней Почему? Потому что, проживя здесь два с лишним года Прожив Спасибо Да, точно, прожив Вот, выяснилось, что люди, как бы, первые три дня находятся в состоянии адаптации Они ведут себя совершенно не так, какими они являются или какими они будут здесь Сложно говорить, получится отношение или нет, когда у тебя не было возможности построить отношение, да? Мы общались по смс, пока я была в Пензе Вот, это было редко, потому что я женщина занятая Никакого интима, как бы, нет Никто там в любви никому не признавался То есть, опять же, там, твои фразы на лобном месте Типа, вот, там, любовь с первого взгляда Действительно, до этого далеко Не хочешь побороться за мальчика? Да на хрена мне этот мальчик? В смысле? Ты и так себя неплохо чувствуешь на проекте? Да, замечательно чувствую Как же строить любовь? Мы с Адаптами за одного поборолись и приворожили тебя, поэтому мы вместе Мне сегодня снилось, что меня приворожили Ну все Все, ты готова уже За одного два года я боролась, боролась два года, бесполезно Потом пришла, да мы тебя приворожили Не делай больно, Степан, зачем, конечно, два года ты боролась Полтора года ты была занята Но если это правда Я всегда любила тебя Ты же правда Степан, скажи, пожалуйста, что-нибудь по поводу Димы Ну или по-другому Того, что Алена, живя со мной, любила тебя? Нет, такого не было Она пытается тебя насолить Да ничего не насолить, это правда Она не пытается насолить Или развлечь Нет, у меня уже пошла лишена Повесил нос до колен Два варианта развития событий Или у Солнца с Димой получается отношение Или не получается Если не получается, то, значит, Вова действует по своей схеме В любом случае Если у них получается, значит, он отходит в сторону И смотрит на жизнь реально Понятно Как Герман? Суровая правда от Степана Мне кажется, вообще вы смотритесь Да мне тоже так кажется Ну что ж, Дмитрий Да Рассказывай Ваши ощущения Где? Здесь? Ну, конечно Да как дома Воздух тоже Надо просто еще немного освоиться Знаешь, все равно непривычно Когда столько много сразу народу В принципе, знаешь, как бы Сказать незнакомых Это ничего не сказать Все другое вообще Сидишь дома И вот здесь Вообще Я когда смотрел телевизор Мне Солнце не нравилось Именно некоторые там фишки А когда приехал и познакомился Вообще Она офигенная Меня очень прикалывает Я тебе про то Солнце, Степа Они одни из самых таких Которых я вот очень уважаю Ну, именно вот Их не вот Пенсионеры Как Солнце выросло А они пенсионеры? А они нет Вот они вот два, которые больше всего Вот Как-то вот чувствуется Ну, я дольше их знаю, соответственно Когда-то здесь вообще была поляна Вот здесь у нас проходил тур слет Школьный Рус, а как ты думаешь У Димки есть шансы? Я думаю, у него нет шансов А я думаю, что есть Ну, я не знаю Я так, бывает Просто смотрю на людей И то есть Я знаю Солнце Я его не знаю Кто его знает Кто он внутри Ну, я тоже Просто это вот мое предчувствие Мне так кажется Я смотрю на парня Он не может Нормальный, кажется Нормальный парень Общительный, приятный Ну, да, зависит от Солнца Если бы Солнце было 18-17 лет То многое зависело бы от Димы А так как Солнце более-менее уже развито И там девушки Мне, знаешь, кажется, что Не совсем правильно, когда говорят Что вот ты сделаешь Да Важны поступки мужчины Но вот я же говорю Бывает, да, с первого взгляда Я увидела парня И сразу оценила Ой, он в моем вкусе Он мне нравится Или что-то в нем есть В том-то и дело Мне тоже вот иногда непонятно Ну, поступки Ну, при чем здесь поступки Когда можно просто Поступки будут потом Ничего вообще не делать Просто сидеть, говорить, да И Я могу с человеком просто Пообщаться И сказать Вот он мне нравится Вот все Есть к нему тяга И если она эту тягу почувствует То тогда уже Можно Естественно, не можно А нужно Уделять девушке внимание Чтобы ей было с тобой комфортно Мне кажется, это вот так вот бывает Я по себе просто Сужу Я вот сужу вообще по себе Что я никогда ничего вообще не делаю Я просто стою и работаю И когда Да, тоже девушки начинают там Тянуться И просто что-то там Давайте какие-то записки Какие-то прям Думаешь Ну, в принципе Ты же ничего не делал А вот почему так происходит Непонятно Может быть, это Может быть, это испытание такое Откуда ты знаешь Я для тебя делаю Откуда ты знаешь Может быть, я Так уверяюсь Да я вижу по глазам Что тебе все равно, понимаешь Если бы тебе было не все равно По глазам ты видишь Ну да, ты играешь В какую-то игру непонятную Ну ладно Пусть так Нет, ну смотри Ну ты просто один день Ты так себе ведешь До утра тебя Ты такой разный человек Это привлекает И в то же время Это отталкивает Я со всеми людьми Веду себя абсолютно по-разному Нет, это понятно И я так же Я тебе не про Я тебе конкретно Про меня говорю, да? То есть Ты сначала говоришь Тебе нужно одно Потом другое Потом еще чего Не знаю Что, ты видишь меня с ним? Знаешь, мне кажется Мы друг бы подошли Мы бы подошли Если бы он Еще бы такая была пара Офиги Ну вот смотри Солнце Есть такая ситуация Что Ты знаешь точно Что ты ему нравишься И ты ему нужна Вот точно Вот он будет солнце Ты мне безумно нравишься Я хочу быть с тобой Ты будешь с ним? Да Я вот Я хочу, чтобы он В поле есть Только от него зависит Опять же Если я буду ему нравиться Настолько, что я буду видеть Что я ему нравлюсь Ты просто знаешь Честно тебе скажу Я иду заниматься Комната Пойди 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 А там ничего не сотрется А там не ко мне? Вообще В принципе В комнате Да Там кто-то есть А кто? Там два человека Алена Алена И Леша И Леша Вот они пойдут Они даже ничего не делают Я просто не хочу Потому что они говорят Я им помешаю Это общая комната Там все тусуют Там живут все Чувствуй себя как дома Да И ты сейчас Вот сейчас Сколько бы ты здесь не жил Ты у себя дома Ешь Мойся Ходи Общайся Это студенческое общежитие Да Отлично До проема Вот Я еще знаешь Когда смотрела тогда Фотографии Ну много же было Я почему Остановила Выбор на нем Потому что Ну тройку надо было И я во-первых Смотрю внешне Он мне понравился И думаю Это кажется Твой типаж Потом вот я почувствовала Что вот надо его Так надо Ну посмотрим Ну что у него Ну да Посмотрим Ну первое Что надо понять Это то что Солнце без ума От Бога Тебе придется Проложить Большие усилия Чтобы Как бы она посмотрела Тебе нужна солнце Значит по поводу того Что без ума Не знаю Ну конечно Она не без ума От него Ну что Ну тебе нужна солнце Ну я должен же Пообщаться Правильно Ну как Вот я вижу Женщину Мне нужна Или нет Ты можешь Каждый так Уже Знать Нужна Она тебе Или нет Да Я могу Сразу Знать Достаточно Посмотреть ее нельзя обманывать я по крайней мере горой стану это понятно мне кажется вообще вы смотритесь на меня тоже так кажется хоть бы у нас получилось было бы супер ну не плохо слушай это все понятно а Вовка а Вовка хорош чувак че мы не будем с ним там заканчивать общение может он сам просто поймет я ему давно говорю я этого не говорю там на лобном месте когда мы с ним вдвоем я ему говорю может быть нет смысла он такой нет я хочу может он сам как раз увидит свою идею фиг составит и на других девочек посмотрит сегодня к нам пришел молодой человек Дмитрий для того чтобы поддержать мои отношения с солнцем посмотрим как у него это получится а мы встречаем Ксению Бородину я возьму подушку все равно Бонни не пришла сломала все Лейла ну коли микрофон оказался у тебя тогда естественно тебе вопрос Лейла как тебе спалось одной в этом большом новом доме отлично отлично да выспалась очень сильно и не хотелось чтобы Антон пришел забрал тебя отнес в домик ваш домик Антон ну было чем заняться он смотрел целый но видишь ты в курсе все равно того что чем занимается Антон да то есть тебе не безразлично ты вчера нас уверял что все у меня все прошло вот ну я вижу раз ты выясняешь чем все таки занимается Антон значит тебе не все равно на него да спасибо большое Вов как прошел твой день сегодня расскажи пожалуйста он был очень тяжелый сначала мы пошли на стройку грузили песок затем мы солнца соревновали кто быстрее съест лапшу и смотрели с ней фотографии как она ездила в пензу я очень очень вообще устал тяжелый устал очень сильно да но я думаю солнце не успело тебе очень много дать своего времени наверное да посвятить тебе свое время потому что сегодня у нас гость новый Вова если ты всячески пытался сейчас на этом акцент не делать тем не менее он есть он это сделала я Вова скажи пожалуйста ты пообщался с нашим гостем молодец он сделал компьютер солнышко может быть ты нам объяснишь а вот посадил около себя одного мужика второго сидит смотрит есть колбаска есть колбаска есть на одного и на второго замечательно конечно но тем не менее тебе слово успел ты пообщаться сегодня с нашим гостем с твоим гостем извините с Дмитрием общались ну пообщались у нас сегодня была экскурсия там по периметру потом нас объединяла деятельность продуктовая солнышко ты всегда говорила что ты видишь людей насквозь тем более ты уже два года на этом телепроекте и ты прекрасно знаешь о чем я да вот хотелось бы узнать есть хотя бы маленькая перспектива я не могу сказать ничего почему что за кокетство солнце появилось я что-то не понял вообще я уже не могу ничего сказать я что-то не поняла что случилось ну я правда ничего не могу сказать потому что пока нет причин говорить о перспективах ну смотри да потому что он холоден худой я спрашиваю еще раз солнце потому что он холоден с тобой или что да нет сейчас просто нельзя над ним давить это моя политика в любом случае будет в ближайшие три дня потому что потому что надо человеку адаптироваться вообще понять чё к чему надо ли ему здесь быть там я не знаю общение с ребятами я не хочу занять и все его внимание до собой и чтобы он был знаешь вот есть я и все и больше нет ничего тут много других вещей интересных там да и может возникнуть интерес много к чему еще к ребятам я не знаю к жизни опять же здесь то есть человек попал новые для себя условия замечательно не хочу давить человек в новых условиях тебе слово ты узнал что вы успели пообщаться ну да ну немного опять же мы пообщались просто тоже не хочет на меня давить да я тоже не хочу давить я не хочу давить на вову потому что я чувствую как он не отдавит прям вот не знаю не хочется вставать просто стеной потому что ну я не знаю как поддерживать отношения как тебя зацепило это это меня да действительно прям порадовал просто не то что зацепило меня порадовало то что мне дали какую-то роль это хорошо я хочу сказать что дмитрий яхте тоже как-то негативно не отношусь я тебе скажу так в принципе то что я тебе знаю недостаточно тебя зовут дима то что говорят соперника надо узнать лучше я вообще сторонник этого общаться думаю принципе мы если мы пообщаемся то это в течение нахождения тебя на проекте а по поводу там с тобой как-то соревноваться я сказал сегодня то что я буду дальше ухаживать за солнце так так же как ухаживал выбор делает она у дмитрий есть какие-то к тебе вопросы он хочет может поближе узнать я просто не представляю какие у него могут ко мне быть вопросы чем я занимался до проекта как я отношусь к солнцу я могу сказать сейчас прямо я очень дорожу этим человеком хочу чтобы это человечек был рядом со мной потому что она мне очень симпатична может быть это ты здесь задашь вопросы и он даже не понимает о чем ты с ним хочешь поговорить я просто ну не знаю единственное что я хотел сказать это тишина тишина ребят не считал меня врагом просто нет но знаешь вот судя по твоему поведению это уже видно то что если я к примеру сегодня общался солнцем да и ты постоянно как бы подходишь там где бы мы не находились то есть ты постоянно встаешь между соответственно ты как бы чувствуешь уже сам соперничество почему-то позиция дмитрий абсолютно понятно позиции солнца понять а моя позиция моя позиция должна быть такой я должен просто взять солнце на руки подойти к дмитрию сказать дмитрий смотри это чудо это за это не звезда это солнышко возьми ее иди общайся да нет не в этом дело не будет потому что я хочу сейчас быть с этим человеком я буду до тех пор идти до этого пока сам не пойму что этого не случится понимаешь ксюш я буду добиваться солнца все молодец ну что же и последняя тема которая меня интересует как продвигается отношение роксис и алексей ребят у нас у нас все хорошо мы общаемся интересуемся разными вещами друг другом природы и всем остальным что ты так думаешь но тем не менее я сегодня общалась срок сезда мы с ней разговаривали я знаю что не все так замечательно не на самом деле мы вчера с ним очень так импульсивно поговорили нам это понравилось да понравилось вот и что тебе не хватает в отношениям с алексеем скажи пожалуйста вот не хватает искры и ксюш я чувствую что у меня не тянет к этому человеку а почему проблема в тебе в нем в чем конкретная правда верно я не знаю может быть во мне почему-то мне может быть немножко сейчас когда я узнала да немножко несколько другой тип мужчин нравится вот а какой тебе тип мужчин нравится мужчин то есть ты считаешь что алексей не мужчина может быть он еще молод наверное да стержня какого-то не хватает я даже это очень сложно объяснить все тем более очень мало времени прошло и мы с ним не остановились на том что все то есть он прекращает за мной ухаживать я при себе прекращают уже какие-то действия до своей стороны делать мы на этом не остановились просто просусти еще мало времени на то чтобы на то чтобы в общем то чтобы сразу все начинаешь я не уверена то что она говорит там не нужен мужчина или молодой человек это ее личное мнение я еще раз говорю я такой какой я есть это что я делаю я делаю все то есть если человека что-то не устраивает если что-то ему не нравится то это ее стереотипы да какие там у нее есть выработаны определенные тем или иным мужчины который у нее был до меня если она хочет построить отношения вылепить из меня то что допустим какие-то взять качество присущие тому мужчины и прицепить их мне или искать их во мне и разочаровываться то что их у меня нету да то я не собираюсь подстраиваться подо что-либо вот и все что я хочу сказать я хочу быть очень долго на самом деле по этому поводу мы в общем то не останавливались да все идет как идет поэтому говорю что а я бы этого хотела я не говорю что сейчас это делаю я говорю что я этого хотела этого нужно хотя бы чуть-чуть узнать мужчины для того чтобы уже потом как бы планировать она может просто опоздать потому что я ждать не собираюсь никого я возвращаюсь а что ты ждать не собираешься лишь нет ну просто я как я изъявил свою симпатию человеку я мне приятно если мне будет хотеться что-то сделать для нее я это сделаю то есть независимо там на какие-то там факторы да но то есть сидеть там грубо говоря ждать чего-то там у моря погода тоже не собираюсь то есть если мне пока я испытываю к этому человеку симпатию пока она мне нравится то есть то это нравится а если она тебе разонравится ну что я буду вернешься к оде зачем причем десятый зачем путать одно с другим но когда-то вы были запутаны троем поэтому я сейчас мало ли вдруг да нет 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 про дали на здесь не причем не вмешиваем это отношение прошлой которым мы мы даже не хорошо ну что же увидимся сразу после рекламы телеканале тнт спасибо вам проблем это не вас не в нас да не в тебе не в ней вот этого не надо вот этот наш от обсуждается ты не определилась проблема мужчине да он тебе не нравится и все энергетики нет этот человек ничего не хочет делать в отношении то есть движок с моей стороны идет и мне стало реально скучно неинтересно ты знаешь смотри 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 он даже просто секундочку я тебя может перебью у нас не первый раз общались она сказала если вы с ним будете встречаться то главное отношение кружки и ты не любишь этого да дело даже не в этом смотри дело это в чем один говорит что если он что-то бы делал делал может появиться на проекте завтра мужчина который изначально ничего не сделает и ты будешь его чувствовать и хотеть и ты будешь смотреть и сейчас взглядами на кухне и стесняться и краснеть аж от этого я кстати антохи говорила что у меня вот этого вот нет я то есть я загорелась им сначала потом вот мне хочется чтобы знаешь я ждала человека когда ты увидишь и он ничего не будет делать и ты будешь сидеть на лобном и смотреть на него через все лобное и только о нем думать и не слышать никого на лобном месте и думать о нем и вечером утром вставать с мыслью о нем и что он прикоснулся к тебе и поцеловал тебя и ты вся съела и полала и как в сказке как говорится и все такое 3 9 земель и и морей какие у тебя дела там да у меня так все нормально нормально все ну как нормально так думаю строить не строить отношения тут же ну вот с Аленой да ясненько все ну и что думаешь строить нет ну ты знаешь я не знаю она мне так нравится друг друге разбираемся нужны мы друг другу или нет ну а что Алена хорошая делает? да 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 симпатичная хорошая ну посмотрим с ней то есть она сама не знает тоже что она хочет нам пойти в серьезных отношениях ну ты как и ничего там ты не там это не объявили ничего не пары ничего да ну брось зачем мне это нужно я уже знаю все как все это чухал поэтому я теперь уже более-менее так уже не более-менее а уже я знаю что делать надо вот так что такие дела я вот просто знаешь вот помню как допустим в школе когда нравился мальчик как мы ждали закончится перемена и выходит он и мы краснеем и вот что-то вот это если этого нет если этого нет то может здесь выбивать сердца из глыб из домов это знаешь опять та же самая фраза вот фраза да которую он мне сказал отношения высосаны из пальца тут смотрю тоже отношения высосаны из пальца не потому что ты их не хотела ты хотела этих отношений ты делала то что ты могла делать ну извини меня я вот просто со стороны посмотрела на наши с ним отношения вот одно и то же проблема это не в вас не в нас да не в тебе не в ней вот этого не надо вот это понимаешь это обсуждается ты не определилась это проблема в мужчине да он тебе не нравится и все энергетики нет от него он не нравится как как человек да нормал там позисти привет пока там как ты делал дай мне сигарету знаешь там до свидания а он тебе не нравится как сексуальный партнер так если он тебе не нравится то ничего не будет сегодня нас появился гость дмитрий он выразил свою симпатию солнцу и это очень сильно заставило понервничать нашу вову но как ребята разберутся в этом любовном треугольнике мы увидим лишь завтра на телеканале тнт и это был телепроект дом 2 построй свою любовь проектом да тоже не на 10 Субтитры подогнал «Симон»